Вот таким необычным жестом семейство Жигулевской классики открыло памятник своему уроду начальнику ВАЗу 2101. Его постановку на территории политеха приурочили ко дню автомобилиста. В конце 70-го года с конвейера уже сошло 22 тысячи автомобилей. Пожертвовать такой автомобиль решился один из преподавателей Алексей Панин. А помочь с ремонтом согласились студенты. Даже раздобыли очень редкие колесные колпаки. Подготовочные работы были проведены по покраске днища, привели еще кузов в порядок, устранили всякие недочеты, работа с колесами, ну и само собой постройка постамента. Честование советского и российского автопромов продолжилось и дальше в формате традиционных соревнований. Участникам трех команд предстояло преодолеть несколько испытаний на водительское мастерство. Первая из них – полоса препятствий. Лучше всего с ней справился водитель команды военно-учебного центра, выступавший на «Ладе Гранте». Проехал всю полосу испытаний менее чем за минуту. Говорит, не важно, что у машины под капотом. Самое главное – кто за рулем. Что помогло? Чувствую автомобиль этот прекрасный. Это был мой первый автомобиль, а также предполагаю, что опыт сказался в вождении. А какой у тебя опыт? Опыт уже больше 300 тысяч километров. Далее испытание было уже командное. Замена колеса на время. Слаженнее всего сработали студенты колледжа на красной шестерке. У остальных возникли заминки с домкратами и баллонными ключами. И, наконец, последнее испытание. Для женщин. Девушкам предстояло проехать по большому кругу со стаканом воды. У кого потерь по времени и жидкости меньше, тот и выиграл. Подобная традиция повелась из-за поверья о том, что прекрасная половина человечества ездит более аккуратно. Нужно для начала изучить машину, на которой вы ездите. Насколько плавно она проходит, допустим, какие-то неровности дороги и так далее. Плюс нужно знать угол захода, допустим, в какие-то повороты. Если резко или остро зайдешь, то, соответственно, стаканчик может упасть. Такое уже было пару раз. Видимо, и здесь опыт сыграл на руку. И по итогам всех испытаний выиграла команда колледжа. Тем не менее, без призов никто не остался. Среди наград были не только термокружки и футболки, но и, к примеру, комплекты для ремонта шин. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком.